Здравствуйте! К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос. Отчего происходит уныние? Вы знаете, у преподобного Иоанна Листочника есть удивительные слова об унынии. Он говорит, что уныние — это паралич души. И второе, он говорит, уныние — это вкушение ада. Вот демоны, живущие в аду, они живут в самом последнем, в самом отчаянном унынии, потому что надеяться им не на что. И этим они пытаются заразить человека. Кого можно заразить унынием? Только гордого человека. Мы не можем себе представить смиренного человека унывающим. Смиренный человек не унывает никогда, потому что гордость и уныние — это две стороны одной медали. Гордый человек, он знает точно, как должна строиться его жизнь, каков должен быть он, какие должны быть все окружающие люди. Отказаться от того, что он лучше всех знает, как все должно быть, он не может. А все устроено по-другому. Господь сам решает, и люди сами решают, какие они будут. И вместо того, чтобы смириться, человек унывает. Вот отсюда рождается уныние. Уныние рождается из гордости. Повторюсь, борьба с унынием в смирении, в принятии воли Божией и принятии воли других людей. Даже тогда, когда мы не согласны с грехом нашего, допустим, близкого и дорогого человека. Если мы молимся за него, если мы предаем его Богу, мы скорбим о нем, о его ошибке, но мы не унываем. И действительно, когда мы унываем, когда парализованы все силы нашей души и души, мы не молиться не можем, не каяться. У нас как будто руки расслабились, мы их поднять не можем. Духовные наши силы. Давайте помнить эти слова. Это вкушение ада. Вот в аду будет так. Тебе так нравится? Нет? Тогда ищи смирения. И вот через смирение ты победишь в себе уныние. Субтитры создавал DimaTorzok